Здравствуйте, мои друзья! Вы смотрите видеоблог Волшебника Фаренгейта. Я могу сказать, что я очень печально, серьезно обеспокоен судьбой российского шоу-бизнеса. И душа моя полна боли, скорби и отчаяния. Потому что степень трагизма, которая сейчас присутствует в российском шоу-бизнесе, не может дальше продолжаться без серьезных последствий. Потому что прогресс трагической ситуации может привести к самым ужасным результатам. Вплоть до того, что такое образование, такое духовное образование, как культурная среда, будет полностью разрушено. И тогда даже у самых лучших индивидуумов России не останется. Никаких, даже самых ничтожных шансов на спасение из этого концентрационного лагеря, который называется Российская Федерация, Россия, Российская Империя, Советский Союз. Таблички менялись, но суть оставалась понежной. Я бы хотел затронуть вопрос Аллы Пугачевой. Мне непонятно, почему эту сущность, это нечто человекоподобное, но отнесенное к человеческим особям, может быть, лишь с очень большим трудом, вознесли в ранг Примадонне. Это же трагедия, это же ужас, это же ужас человеческой тупости, человеческого дебилизма, всего самого хинизменного, что вообще может быть в человеке. Потому что Алла Пугачева это венец бездарности, венец грязи, просто венец абсолютного нахальства, бескультурия и просто самой настоящей необразованности. Потому что это быдло певица, которая не умеет петь, абсолютно нет голоса, как человек говорит, просто вот видно, что внутренний мир у этого человека очень грязный. Это даже не женщина, Алла Пугачева, это вообще какая-то мужичка. Вот, люди, как вам может быть приятно, голос хриплый, прокуренный, просто видно, что человек еще пьющий, выпивает, голос какой-то бомжихи. Блять, это действительно, это действительно какая-то ебаная, блять, алкашка Пугачева, блять, это, блять, алкоголичка, чертова, осипший голос, блять, у бомжей такие голоса. Ну, блять, как люди, почему вы такие тупые, почему слушаете эту бомжиху? Это же, это ужас, это бездарность, вообще просто не имеющая границ. Это просто человек, у которого в душе помойка, грязь, мусор, говорит вот просто вот неприятно, что-то неприятное исходит от этого человека, даже смотреть неприятно. Вообще голос этот слушает, какой-то, блять, тюремный, противный голос. Вот видно, что это очень недалекое быдло, просто какое-то тупое, воровское, грязное быдло. Вот тут такая Алла Пугачева. И только в России эта сущность могла называться Примадонной, потому что кто герой России? Герои России это воры в законе, всякая шваль, потому что все-таки Россия это воровская страна. Здесь воровская культура, здесь воровской народ по большей своей части, здесь быдло культура. И на вот этом вот рассаднике зла, рассаднике ужаса, грязи, гадости, всякой низменности взросла такая быдло звезда, как Алла Пугачева. Вот герой русской молодежи Саша Белый из сериала «Бригада». А всех престарелых дебилов, пролетарских идиотов это Алла Пугачева. Потому что вот я смотрю, у меня просто какое-то генетическое отвращение. Просто это очень грязный человек. Отвратительно грязный, неприятный, я не знаю, поет своим прозябшим голосом, осипшим, пропитым, прокуренным. Такое ощущение, что просто фонтан, блять, каких-то помоев извергается. Все в зале, блять, быдло-дебилы, радуются, смотрят, слушают. Ай, вот это уже просто показатель, что Россия это пропащая страна. Вот эта вот тупая, тупая быдло-певица, вот эта вот Пугачева, это, блять, у меня нет слов, я не знаю. Но это блядство, это грязь. Почему людям нравится? Ответ прост, потому что прогнила Россия, тут уже прогнил народ. Уже давно, все нормальные отсюда уехали, поэтому здесь исключительно главенствует быдло-культура. Старая бабка Пугачева, она уже еле живая, еще выступают, еще у нее есть фанаты, еще ее приглашают в Кремль. Потому что Россия это все-таки пролетарская страна, здесь пролетарии. Это тупой, как правило, сброд на 90%. Бывают редкие исключения, но ни в одной стране мира нет столько количества дебилов, пролетариев, как в России. И поэтому здесь всегда будет царствовать быдло-культура, потому что все охватывающие в России находятся быдло-народ. Это вот крестьяне, вся эта деревня, это крестьяне всегда были тупыми дебилами. Потому что что человек, человек растет среди помойки. Навоз, разруха, нищета, внутренний мир складывается из того, что человек видит. И поэтому Россия все-таки всегда была сельскохозяйственной страной. Здесь 80%, наверное, деревень. Поэтому деревня производит дебилов, города, неблагополучные семьи, коммуналки, все это прочие. Трущобы производят, пролетарских тупых дебилов. Сейчас интеллигенции нет абсолютно, потому что институты, институты, блять, производят дебилов. Люди, которые окончили высшее образование, у них степень интеллектуального развития, как у пятилетнего ребенка. Но зато огромное эго, огромное самомнение, просто всеохватывающее. Человек думает, что, о, раз я это окончил, это высшее образование, я все знаю, я все могу, я все уверен. Человеку там даются не знания, а схематичные шаблоны поведения. Банальные речевые клише, не больше. То есть уровень очень примитивный и очень поверхностный. Знаний, если это можно назвать знаниями, но это шаблоны, понимаете, это схемы. Там даются простые примитивные схемы, мыслительные. Это примитивное коллективное сознание схематичного мышления, которое выдается миллионам. И все эти миллионы дебилов, которые вышли из российских высших образований, просто охвачены колоссальным эгом. И считают, что они знают все. И эти примитивные мыслительные клише, шаблоны, которые им вдолбили в голову, они начинают отстаивать. Это уже конченые люди, которые получили высшее образование в России. Это законченные дебилы. Их уже не переубедить, не перевоспитать невозможно. Они колыхаются в болоте своей тупости, их оттуда уже никак не поднять из-за огромного эго. Они считают, что они все знают, они много о себе думают, раз они закончили российские вузы. Российские вузы, это такой отстой, их кто только не заканчивает. Умственно отсталые дебилы учатся в российских вузах. Все в России плохо, все печально, знаний не дается. Человеку лишь достаточно внушить, что он умный, дать ему тупую бумажку, и человек будет ходить гордый, преисполненный величайшего самомнения от того, что якобы он умный и все знают. Но на самом деле этот человек дебил, этот человек тупой, который уже давным-давно остановился в своем развитии, с тех пор, как только поступил в российский вуз, с тех пор, как, наверное, получил первую пятерку, все, зашкаливает свое мнение. Человек перестает развиваться интеллектуально. Для получения оценок необходимо только писать лекции, как тупой биоробот, все повторять, как попугай Кеша, и получишь оценку. Но это не оценка, это оценка, не подтверждающая знания, это оценка, всегда подтверждающая свою глупость, свою тупость, отсутствие способности самостоятельно мыслить. Просто вот орды дебилов выходят из российских вузов, узкоквалифицированные специалисты, с крайне узким жизненным кругозором, которые ничего не видели, кроме четырех стен своих ворючих вузов. Язлой книжки, блядь, что настоятельно не прочитали, потому что это не требуется ни в одном инфузе. И вот пока будет этот тупой беспредел твориться, а он всегда будет твориться, потому что Россия это не тонущий корабль, это уже давно затонувший корабль, это уже, блядь, корабль-призрак. Все, умерло государство. И вот начал я с Пугачевой, и говорю, что только вот такой вот репей или сорняк, как в шоу-бизнесе, как Пугачева, который пророс в России, может расти только на навозной куче. И вот все эти псевдо-звезды, а на деле всего лишь сорняки, паразиты, лишь подтверждение того, какая навозная куча. Россия. А в принципе мне все равно на самом деле. Да, мне вообще все равно. Зрители, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok